Карачаево-Черкесия С развитием туризма растет и уровень сервиса, людям, создающим атмосферу гостеприимства, вручили удостоверение о прохождении обучения. Для этой цели были определены несколько точек массового пребывания населения. Волонтеры организовали места сбора подписей в торговых центрах Черкеска, объясняя каждому из подходивших людей, что именно необходимо иметь при себе и какие графы надо заполнить собственноручно. Уже в первый день нашлось немало желающих отдать подпись за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты. Человек хочет прийти оставить подпись за кандидата. Что он должен иметь при себе и ваши действия? При себе он должен иметь паспорт, не фотографию. И я помогаю им правильно заполнить бланк в правильном порядке и без ошибок. Человеку нужно заполнить свое имя, фамилию, отчество, дату рождения, место, где он прописан, дату, когда он подписывает и свою подпись. Я подошел к стенду сбора подписей для Владимира Владимировича, для его выдвижения в президенты с полной осознанностью того, что он самый лучший кандидат на сегодняшний день, который есть у нас в стране. Скажу словами своего отца, наш Крепыш это самый лучший президент, который может быть в России. И я без должной скромности скажу, что все жители Карачао-Черкесии и жители нашей большой страны поддерживают Владимира Владимировича. Желаю ему успехов и уверен, что он победит. Сегодня 44 года со дня ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан. К уважаемым ветеранам боевых действий обращается глава Карачао-Черкесии Рашид Семрезов. Памятная дата напоминает нам о мужестве и героизме наших соотечественников, среди которых достойно выполняли свой интернациональный долг и жители Карачао-Черкесии. Выражаю искренние слова благодарности и уважения всем афганцам за вашу силу и выдержку во время выполнения поставленных задач. Вы действительно мужественно, профессионально, героически выполнили свой воинский долг. Сегодня мы вспоминаем и тех, кто погиб в бою, так и не вернувшись к своим родным. Светлая память павшим. Сегодня воины-афганцы принимают активное участие в патриотическом воспитании детей и молодежи. Вы частые гости в образовательных учреждениях, на молодежных слетах и форумах. Мы благодарны вам за эту работу и уверены, что наши совместные усилия приведут к дальнейшему развитию, благополучию и безопасности нашей любимой Родины России. И сегодня в Черкесске, в Парке Победы, где установлен памятник воинам-интернационалистам, состоялось памятное мероприятие, посвященное воду советских войск в Афганистан. В нем участвовали представители власти, общественных организаций, ветераны боевых действий в Афганистане, сотрудники Росгвардии и других правоохранительных органов, студенты и школьники республиканской столицы. На мероприятии вспоминали советских войск в Афганистане 25 декабря 1979 года. 848 наших земляков исполняли воинский долг в Афганистане, 42 из них погибли. По умершим был совершен обряд дуа и православный молебен. В завершении мероприятия к памятнику воинов-интернационалистов возложили венки и цветы. Ограниченный контингент советских войн, войнов-интернационалистов, по приказу командования, встал на защиту интересов нашего государства. Прошли десятилетия, но в нашей памяти живет героизм, отвага, сплоченность, взаимовыручка тех наших ребят, которые ни на секунду не задумываясь, стали на защиту наших интересов. Прошли годы. Мы это помним. Каждый год мы это отмечаем как можем. И отрадно другое. То, что помимо того, что у нас в памяти это живет, доблесть, благородство и честь наших русских солдат живет в памяти и афганского народа. Когда мы выполняли свой воинский долг, мы не думали о том, для чего мы это делаем. Это нужно было нашей стране. И сегодня наши ребята, как преемственность поколения, выполняют свой воинский долг, уничтожают неонацизм и фашизм на Украине. Буквально несколько дней назад мы вернулись оттуда, ездили с гуманитарной помощью к нашим землякам-афганцам, которые там на войне. И уверяю вас, мы сегодня будем выполнять все те задачи, которые нужны для нашей страны. И сегодня у нас еще есть порох в пороховницах. И сегодня мы, если это будет надо, будем воевать с неонацизмом и фашизмом. Очередная партия груза, на этот раз сформированная стараниями актива регионального отделения Российского Союза ветеранов войны в Афганистане и простых неравнодушных людей, отправилась в зону СВО. Помимо продуктов питания и предметов первой необходимости, волонтеры-добровольцы решили поддержать ребят на передовой, еще и автотранспортом. Ахмат Халкечев продолжит. Груз собран совместными усилиями актива регионального отделения Российского Союза ветеранов войны в Афганистане, а также коллективов общеобразовательных учреждений Республиканской столицы и Реабилитационного центра «Надежда» при поддержке Республиканского Минственного труда. Перед выездом в зону СВО участники гуманитарного конвоя провели урок мужества и патриотизма с воспитанниками Реабилитационного центра «Надежда». Много таких неравнодушных граждан, которые, узнав о нашем сборе, тоже в меру своих возможностей нам помогли. Хотелось бы им всем сказать огромное-огромное спасибо. Если не мы, то кто прошедший горнила войны, мы должны понимать и осознавать, есть такое понятие преемственность поколений. Дабы подбодрить боевой дух наших бойцов на передовой, ветераны Афгана решили лично сопроводить в зону СВО груз поддержки, который был сформирован по запросам самих военнослужащих. Помимо продуктов питания и предметов первой необходимости, волонтеры-добровольцы приобрели еще и цельнометаллический УАЗ, в народе прозванный «Буханкой». Он более проходимый и должен быть менее заметным при осуществлении разведывательных мероприятий, уверена ветерана. «Это уже третий раз. Мы постоянно на связи. Есть дети, которые воспитанники наши. Фамилию не буду озвучивать, они находятся на линии СВО тоже, на передовой. И есть наш сотрудник, который отсюда его и призвали. Он тоже на линии, постоянно с ним тоже на связи». Единомышленников, кроме простых людей и бизнеса, в их добрых стараниях активно поддерживает еще и республиканский штаб взаимопомощи «Мы вместе». Добровольцы убеждены, что тепло сердец земляков, передаваемое на передовую таким образом, должно в очередной раз напомнить нашим бойцам, что в них верят и ждут со скорейшей победой домой. Ахмат Халкевичев, Али Бастанов, Вести Карачаево, Черкесия. В Черкесске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника регионального управления МЧС, совершившего служебные подлоги. Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления в отношении 51-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам служебного подлога. По данным следствия, в период с 2022 по 2023 годы подозреваемый, являясь заместителем начальника отдела регионального управления МЧС, желая облегчить свою работу, фиктивно принял на должность инженера отдела бывшего сотрудника управления. После этого фигурант ежемесячно утверждал табели учета рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполненной мужчине работе. В действительности трудоустроенный занимался общественной деятельностью, а возложенные на него обязанности по должности инженера не выполнял, получая при этом начисленную заработную плату. Фактически, обязанности инженера отдела выполняли другие сотрудники. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Под председательством заместителя начальника управления Росгвардии Покрачево-Черкесской республики полковника полиции Эдуарда Чумаева в территориальном органе прошел семинар совещания с должностными лицами субъектов топливно-энергетического комплекса, осуществляющих деятельность на территории региона. С основным докладом выступил начальник отделения государственного контроля территориального управления Магомед Атабиев, который проинформировал собравшихся о результатах реализации контрольно-надзорных функций обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в 2023 году. В Доме правительства состоялась торжественная церемония вручения 60 удостоверений государственного образца об успешном прохождении обучения клиентскому сервису. По поручению главы республики обучение было организовано Министерством туризма и курортов Карачева-Черкесии совместно с Северокавказским федеральным университетом. Подробнее Дарья Тендит. Важность персонала в туристической индустрии сложно переоценить. Именно они создают атмосферу гостеприимства, обеспечивают качественное обслуживание и желание приехать снова. В Малом зале Доме правительства собрались представители Министерства туризма и курортов Республики, СКФУ и выпускники успешно прошедшей курс обучения. Сегодня внутренний туризм растет, отрасль динамично развивается, и мы должны обеспечить качественный продукт, чтобы туристы чувствовали себя как дома и даже лучше, отметил министр туризма и курортов Карачева-Черкесии Расул Тикеев. В этом году мы впервые обучили и инструкторов, и проводников, и экскурсоводов, ну и соответственно продолжили обучение по направлениям администрирования отеля и горничные. Такие направления важны, потому что перед началом нашего обучения мы формируем обратную связь от отельеров, от туриндустрии, кого в первую очередь нужно обучать. И вот в рамках вот этой выстроенной градации мы таким образом и дальнейшее обучение выстроили просто. Собравшиеся в зале в ходе мероприятия обсудили с министром туризма и курортов Республики волнующие вопросы в сфере их дальнейшей работы и развития. А после началось торжественное вручение удостоверений. Выпускники успешно прошли теорию, практику курса, отметили актуальность и профориентированное содержание материалов для обучения, а также отметили высокий уровень квалификации наставников. Благодаря этой учебе мы будем совершенствоваться больше еще и больше еще получать новые знания. Я думаю, что наша республика будет греметь не только по всей России, но и за ее пределами в обслуживании качества именно в лице экскурсоводов. За весомый вклад в совместную работу по улучшению гостиничного сервиса Минтуризмом была отмечена коуч-площадка «Парк-отель Сан-Вилледж Архыс», на базе которого проходило трехдневное обучение. Управляющая «Парк-отеля» Анна Кропачева поблагодарила Министерство туризма и курортов Карачаевой Черкесии и педагогов СКФУ за доступную передачу информации курса. Нам было очень приятно заказано честь и доверие встретить гостей. Мы, конечно, приложили все свои усилия и проявили максимально свое гостеприимство. Я думаю, что для всех это было приятно и для нас в том числе. Это очень важно – повышать уровни, соответствовать стандартам кавказского гостеприимства. Это пойдет на благо не только нашей республики, но и нашей Родины. Торжественная церемония награждения завершилась совместным фото на память. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Наш выпуск завершен. Далее смотрите специальный репортаж Ольги Осовенко, посвященный Дню Энергетика.